Всем привет! Сегодня мы поговорим об ужасах нашего городка. Не так, конечно, все страшно, но вы должны знать, какие самые страшные ошибки, когда вы кондитер. Самая первая ошибка, которую многие кондитеры даже с опытом делают, это доверять доставку клиентам. Не раз я, слава Богу, что у меня такого не было. Но было такое, что мне присылали фотографии разваленного торта и спрашивали, в чем же ошибка, почему он развалился, и что я сделала не так. И первое, что я спрашивала, кто и как его вез. То есть торт может быть сделан правильно, закреплен правильно, но если его вез водитель без опыта, или, например, пусть у вас не единственный водитель, который возит торты, но, по крайней мере, вы присутствуете при транспортировке, и вы можете сказать, что нужно ехать тише, на поворотах не заворачивать слишком резко. То есть это самая страшная ошибка, когда клиент везет торт сам. И обязательно спрашивайте, куда он его везет, сколько километров. У меня один раз было, не знаю, практически до сердечного приступа, практически, слава Богу. Довезла я его благополучно, но я, во-первых, везла, это далековато было, не знаю, в соседнем городе. Плюс, когда я подъехала уже практически к адресу с мужем, я увидела, что там вообще нет дороги, там просто какие-то булыжники, не надо вот так было трястись. В общем, я пока довезла этот кремовый двухъярусный торт, у меня пролетела, наверное, вся жизнь перед лицом. Ну, торт доехал, доехал нормально. У нас, конечно, тогда еще машина глохла на светофорах, и надо было заводиться резко. То есть вот эти все резкие движения, все вот эти вот, может быть, такси, которые везет, быстро ему надо отвезти, это все не подходит. То есть это самая страшная ошибка, доверять доставку людям, которые не знают, как возить вообще торт. Тогда, наверное, нужно отдельные курсы делать водитель по доставке тортов, наверное. Ну, естественно, если вы закрепите торт плохо, он тоже может съехать, даже если вы аккуратно везете. Ну, в общем, учтите, что лучше всего, или доставлять вместе с человеком, который вы можете проконтролировать этот процесс, или, если человек едет сам куда-то, в другой город его везет, то обязательно уговаривайте его, например, на массичный торт или еще что-то, чтобы он доехал. Самое страшное, наверное, это доставка в тортах. Вы его сделали прекрасным, красивым, а он приехал, развалился весь. Это вообще фаталь. Это крах. Это позор. Самая распространенная ошибка, у меня она тоже была, это, когда клиент тебе звонит и говорит, я хочу торт, например, ну, например, какая-нибудь там шоколадная фея, которую делала моя мама, которую я могу вам прислать даже рецепт, он прав, стой, вы справитесь, я знаю, вы справитесь, и вот присылает рецепт. И вы по вот этому рецепту делаете первый раз клиенту какой-то торт. Это самое страшное. Учиться делать какие-то новые рецепты на клиентах. Вот прям категорически отказываетесь от таких вариантов. У меня были такие варианты. Один я помню хорошо, и я провалила задачу. Я сделала его не таким, как делала их мама, бабушка. Я, конечно, взяла дешево там с них, все, но... И, во-первых, вы тоже, вы делаете первый раз этот торт, вы в стрессе, вы не знаете, как правильно они должны себя пышки вести, и я уже в процессе, когда я делала этот торт, я видела, что какой-то, ну, рецепт немного неправильный. Ну, бывает и такое, что делать. То есть никогда не учитесь на клиентах. Какие-то рецепты первый раз делать, сделайте какой-то тортик маленький, небольшой, или там что-то, попробуйте сами, получится у вас, не получится, а потом уже давайте клиентам. Также еще одна из страшных ошибок, особенно для России, это не брать предоплату. У меня один раз так было. Я не взяла предоплату с человеком, и мне пришлось этот тортик есть самой. Точнее, мы съели его с друзьями. Ну, слава богу, я не сладкая людость. Вот, даже, по-моему, мне там чуть-чуть копейки подали. Но все-таки предоплату обязательно стоит брать. Когда вы взяли предоплату, он чувствует ответственность, если даже вы его сделали, вы хотя бы продукты оправдали. А так человек ущербский, где вы потом, может телефон у него упал, утонул, и вы не дозвонитесь ему, и что вы будете делать с этим тортом. Так что лучше всего, конечно, обязательно берите предоплату. Чтобы не есть потом эти торты, и не рыдать над этим тортом. Как же так? Первый торт, который я сделала, так, это был... У меня он есть, кстати, на фотографии. Это было озеро со свиньями. Первый тортик, который я сделала для кого-то, и пришлось съесть самой. Вот так бывает. Также, одна из страшных ошибок, которые, может, поначалу не все могут предугадать, это давать мало информации о торте, например, о хранении торта. Человек думает, если он видит торт, то его может хоть на солнце поставить, и он вообще прекрасно выстоит, выдержит. Это живой продукт, естественно, вы делаете его с живых продуктов, с них они тают на солнце, крем тоже чист, тоже он на жребе будет таять. Вот. Все что угодно может с ним быть. Поэтому обязательно говорите о хранении, хранить в холодильнике. Если, например, это кремовый торт, обязательно храните в холодильнике. Если это мастичный, он какое-то время еще простоит, может быть, ну, как-то, свадебный торт, он на столе стоит, да, еще он как-то простоит. Вот. Обязательно больше информации давайте о хранении продуктов и есть какой-то декор несъедобный, например, проволочки, там где-то тычинки у цветочков, у фигурок есть внутри шпажки, зубочистки, чтобы вот это все вы обязательно выносили до кредитов, что это несъедобно, чтобы человек в садости или спиану не съел. Ну, ладно, если это взрослый, он видит хотя бы, а ребенок может не увидеть и подумать, что это свадебное. Вот. Обязательно учитывайте это. Также еще один из важных моментов, точнее, страшных ошибок, это обязательно, это самая страшная ошибка, каждого клиента спрашивайте, когда, в какую дату он будет есть этот торт. Это очень важный совет, поверьте. Он вам спасет не одну вашу нервную клетку, точнее, много нервных клеток. Потому что, из своего опыта, когда я жила в России, я уже всегда знала, что обязательно надо спрашивать, когда, в какую дату. То есть человек говорит, мне нужно, например, на 20-е число, если вы не спросите, он может через 2, через 3 дня его будет есть. Есть и такое. Кто-то ведет вообще далеко этот торт. Когда именно в какую дату человек будет его есть. Он может заказать вам, мне нужно, например, на завтра тот. А есть тогда, когда его будет. Вот этот вопрос обязательно спрашивайте. Вы его есть будете в этот день или через 3 дня будете есть? То есть, естественно, если там живые фрукты, через 3 дня вы ему подарите пропавший торт. Отдадите. Ну, он его будет есть пропавшим. Но это совершенно не годится, правильно? И, когда я уже приехала сюда, в Испанию, из опыта, первый мой клиент попросил сделать торт с фруктами. Было еще достаточно тепло, это был сентябрь, и я уговорила их сделать компоте клубничное, потому что, я говорю, я стараюсь не ложить свежие фрукты. И это было моим спасением. Потому что они его ели через 3 дня после того, как я его отдала. Конечно, я спрашивала, когда им нужно торт. Ну, если человек скрывает информацию, или у него там поменяется что-то, может быть, они снять хотели, например, какой-то там арендовать что-то, и что-то там отменилось, перенеслось. Они тоже могут этого не знать. Но лучше всего... Ой, усы. Я уже представляю, что будет лето. У нас осень, а не сдохнет. Ладно, не отрекаюсь. Вот, поэтому обязательно, если это теплое время, старайтесь не ложить фрукты. Более крепкие начинки предлагайте. Там не мус, там что-то такое, что может растечься, развалиться. Вот. В общем, больше коммуникации, потому что, если вы знаете больше информации о доставке, кто его привезет, как его будет везти, в какой машине, кремом будет стоить, косо, на полу, хоть на капоте. Как они его будут везти, как они его будут есть, где они будут есть, каких уж есть там холодильник, в ресторане, где они будут есть. Обязательно уточняйте все, всю информацию. Вот. Чтобы у вас не было своего опыта страшилок. Все. Все я рассказала. Самое основное. Если что-то вспомню еще, обязательно с вами поделюсь. Информация у меня бесплатная. Требуется от вас только подписка и лайк. Всем пока.